Быть или не быть в Латвии третьей группе инвалидности. Именно этот вопрос в данный момент беспокоит более чем 60 тысяч латвийцев, которых Государственная врачебная комиссия экспертизы здоровья и работоспособности на сегодняшний день признала людьми с ограниченными возможностями. Латвия – единственная страна в Европе, где существует третья группа инвалидности, сказал в одном из своих интервью глава Министерства благосостояния Янис Рейерс. Министр также подчеркнул, что принимая решение, ФТЭК оценивает не трудоспособность людей, а их диагноз, а это неправильно. Как один из возможных вариантов решения вопроса Минблаг видит в увеличении показателей недееспособности претендентов на третью группу инвалидности с 25 до 40%. По мнению Анны Станкевич, председателя общества инвалидов ИЛГОС, это не лучшее решение вопроса. Я сегодня могу горы ворочать, а завтра я легла, я лежу, все, я на кровати лежу, я без таблеток, уколов встать не могу. Вот это проблема. И кажется, вот этих 20%. Анна считает, что из-за повышения показателей недееспособности многие люди останутся без пенсии по инвалидности. А она зачастую является единственным источником доходов человека. И не секрет, что сегодня практически никто не хочет брать на работу людей с ограниченными возможностями. Я на своем примере могу сказать, и на примере мужа своего, он третья группа, инвалид, была сейчас вторая группа. И он тоже ходил, устраивался, ну как узнают, что группа, а тем более предпенсионный возраст за 50. До свидания. В свою очередь, сотрудники Государственной врачебной комиссии экспертизы здоровья и работоспособности к инициативам Минблага относятся сдержанно. И от комментариев стараются воздерживаться. Я не могу это комментировать, поскольку сегодня вообще неизвестно, в каком направлении могут произойти изменения в системе присвоения групп инвалидности. И абсолютно очевидно, что без проведения дискуссии на общественном уровне ожидать каких-то перемен в этом вопросе не следует. Тем не менее, специалисты отмечают, прежде чем проводить какие-либо кардинальные изменения, медицина в Латвии должна стать доступной для всех категорий населения. Кроме этого, необходимо решить и вопрос трудоустройства таких людей. А вот с обвинениями в свой адрес главы Минблага о якобы незаконных случаях присвоения третьей группы по инвалидности, медики не согласны. Если какому-то человеку кажется или ему известно, что некой персоне была неправильно присвоена группа инвалидности, то он имеет право сообщить нам об этом в письменной форме. В этом случае мы проверяем принятое конкретное решение комиссии. А если сигнал подтвердится, то в отношении виновных может быть начато административное расследование. Следует отметить, что в настоящее время на выплату пособий по инвалидности ежегодно государство выплачивает 175 миллионов евро. Сумма большая, говорит Анна. И чтобы ее уменьшить, решили, наверное, на нас экономить. Государство, конечно, мы большая обуза инвалидов.